Микс Ньюс. Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Моя коллега Наталья Абова в конце недели, в конце рабочей недели. Это особенно приятно. Добрый вечер. Добрый день, пожалуй, еще. Добрый день, да. Наверное, так холодно, что не хочется верить, что приближается лето. Но вот, может быть, поговорим немного о Риге. Тем более, что в отсутствии, наверное, Рижской думы три человека все решает. И много событий, и многим рижанам, я думаю, не только рижанам, непонятны те или иные события. Но, в частности, в связи с чрезвычайной ситуацией, временная администрация в свое время приняла решение льготы, ну, практически все льготы на общественный транспорт убрать. Вот позавчера другое решение, что поскольку ограничительные меры сокращаются, то вот надо бы сделать так, решила временная администрация, что определенным группам все-таки эти льготы вернут, но не всем. Вернули учащимся 9-12 классов, которые должны ехать на консультации, на экзамены, потом инвалидам третьим группы. Зачем мы их вообще лишили льгот? Ведь инвалиды третьей группы главным образом работающие, им как будто на работу ехать не надо. Ну, вот многодетным обещали вернуть льготы, но пенсионерам основной группы населения, которая пользовалась этими льготами, не вернули. Мне кажется, это несправедливо, поскольку не у каждого в шаговой доступности аптека, магазин, и мало ли, зачем пенсионеру и на лечение нужно съехать, и на какие-то процедуры. В общем, как вы ко всему этому относитесь? Как вы это все воспринимаете? Ну, я к этому отношусь как к очередной какой-то несправедливости, которых достаточно много, и я как человек, который не только как управляющая домом, но как социальный работник для своего дома, работаю в том числе... Даже так, да? Конечно, да. Собственно говоря, это меня в этой работе и больше всего интересует, хотя все остальное тоже приходится делать. А многие, наоборот, как боятся всей этой социальной тематики? Нет, нет, вот это как раз мое, и когда исчезла возможность работать на телевидении в силу того, что все это как... В общем, в свое время я и предсказывала, что русское телевидение будет исчезать постепенно. Так все и случилось, да? Так все и случилось, да. И поскольку у меня вот этой возможности нет, то вторая моя, так сказать, страсть – это социальная работа, и вот свою работу управляющей домом я воспринимаю как социальную работу. И поскольку дом был построен в 1969 году, это многоквартирный дом в Майере, 45 квартир... Такая Брежневка, видимо, да, чтобы люди присвоили... Ну, это такой спецпроект советского времени, да, с большими лоджиями. Вот мы уже в программе реновации будем, будет красивый, теплый, кроме того, что хороший по планировке дом. Там много пенсионеров. И есть, вот, например, я так близко контактирую, пытаюсь как-то помочь, пенсионерка, которая получает 280 евро. Она рассчитывает, ну, буквально, буквально каждый цент. Потому что даже вот коммунальные платежи... Больше половины, наверное, да, зимой? Про это даже разговору нет. Но экономим мы даже, мы, я говорю мы, потому что я... Вот она мне дает наличные деньги, а я плачу через свой интернет-банк. У нее, естественно, не компьютер, ничего этого нет. Даже мы на этом экономим. Но, например, вот воды она тратит полкуба... Представляете, половина кубического метра в месяц. При этом опрятная, чистоплотная женщина. Как она это делает, это мне совершенно непонятно. Поэтому по отношению к пенсионерам это большая несправедливость. Я знаю, что это решение принято на основании решения эпидемиологов, которые просто предупреждают о том, что для этой категории людей может... Это группа риска, скажем так. Что они в группе риска, что для них это может быть опасно. Но обеспечьте этих людей масками и перчатками. Ну, дайте им хоть что-нибудь из этих 4 миллиардов, которые Латвия взяла в долг под коронавирус, чтобы самую, действительно, реально самую обездоленную группу населения... Как-то поддержать. Как-то, ну, хоть как-то поддержать. Очень болит у меня за это душа, действительно, искренне. Так что мне кажется, что скорее нужно вернуть эту льготу для пенсионеров, потому что без лишней нужды они и так напуганы, они не поедут без необходимости. Вот вчера, например, одна из старушек, которой я продукты привожу в Риге, она вообще не выходит из дома. А вот настолько ей стало нехорошо, не потому что она коронавирусом заболела, она все время дома сидела. Без воздуха просто, да? А ей понадобился врач-кастроэнтеролог. Она вынуждена ехать, и она вынуждена платить. А иногда с пересадками. А иногда и с пересадками. Это значит, понятно, что ты туда два раза платил и обратно. Но это уже для пенсионера это огромные деньги. Это большие деньги. Это большие деньги. Если экономить даже на комиссии за коммунальные платежи, но тут пару евро заплатить, это это. Это большие деньги. Ну вот так примерно. Вот вы упомянули о первой, наверное, старости, если, так можно сказать, телевидение. Действительно, столько лет, я думаю, наши радиослушатели знают, отдано в журналистике, на телевидении. Вот сейчас люди сидят в самоизоляции. Понятно, интернет, телевизор, без разницы. Вот они смотрят в этот экран. И здесь, наверное, такой может быть вопрос. Вот ваше мнение как профессионала. Вот одни говорят так. Концепция такая. Ну, раз пандемия, надо людей в меру запугать. Ну, может быть, не слишком, но запугать, потому что это хорошо. Пускай они там расстроятся. Ну, может быть, лишний раз не пойдут на улицу. Лишний раз, не знаю, не поедут в общественном транспорте, в магазин только по мере необходимости. Это хорошо. Другие говорят, в том числе, там, может быть, и те, кто психологи, психиатры, что вот как бы мы не переборщили вот с этим страхом, потому что мы видим, что только не происходит, пока люди дома. Кто-то там, не знаю, самоубийство, домашнее насилие. Все, что мы сейчас наблюдаем, вот эти все картины длительного нахождения в замкнутом пространстве нескольких людей. Вот все-таки, учитывая ваш такой вот и журналистский, и телевизионный опыт, и социальный, вот где вот это, как вот эту информацию правильнее подать? С одной стороны, чтобы люди действительно были осведомлены, и главная задача СМИ все-таки информировать, об этом действительно опасно вирусе, а с другой стороны, уже не загнать людей вообще в какую-то истерику и панику. Часть людей, она и находится и в истерике, и в панике. Об этом ВОЗ предупреждает. Это и сегодняшние новости о том, что очень опасная тенденция, она уже проявилась, и врачи, и специалисты ВОЗ опасаются за психологическое и за психическое здоровье людей после того, как мы выйдем из этого коронавируса. Я не могу как специалист, как эксперт… Да, 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 ну вот с точки зрения… Дать какие-то рекомендации, но я могу поделиться собственным опытом, в панику не впало, и как бы чувствую себя в этом отношении достаточно спокойно. С утра, если вы хотите быть в курсе дела, и вы должны быть в курсе дела, но ограничьте время просмотра телевидения или каких-то новостей определенным временем. Я с утра смотрю «Евроньюз», если вечером «Панораму» не посмотрела, смотрю «Латвийские новости», «Панораму» с утра, и смотрю еще и «Российские новости». Все с новостями для меня на этом закончено. Не нужно с утра до вечера, и бесконечный ток-шоу, где рассказывают все эти ужасы. Нет, это я не смотрю. Нет, это я не смотрю. Днем я смотрю «History Channel», «TLC», вот-вот-вот-вот-вот то, что «National Geographic», прекрасные каналы, все это отвлекает, если я вообще смотрю что-то, если у меня есть для этого время. Я бы рекомендовала реально просто какой-то определенный выстроить для себя график, в том числе… То есть, базированная информация, да? Да, в том числе и график просмотра новостных каналов, телевизионных программ, информации в интернете. Кстати, по Фейсбуку я замечаю, что люди очень активизировались. Да. Активизировались, и, конечно, им попадаются всякие страшилки и фейки, в том числе, естественно. А вы в Фейсбуке так довольно активны, да? Я достаточно активна, потому что, ну, в общем-то, когда есть что сказать. Я не ради того, чтобы каждый день какую-то историю выставлять, нет. Но, например, вот у меня есть инициатива недавняя на Аманабал СЛВ, инициатива увеличить налог землевладельцев с 10 до 50%. Увеличить. Имеется в виду земля под многоквартирными домами? Имеется в виду, да, земля под многоквартирными домами. Вообще, это парадоксальная ситуация, которая в свое время была законодательными создана. Да, это вообще удивительная история, да? Это закон средневековый, фактически, когда землю продают вместе с крепостными душами. Это фантастика. Как говорят особо циничные маклеры, с мясом. Простите, да. Да, правильно, с мясом. Ну, с крепостными. Да. Это что-то чудовищное. У меня это в голове совершенно не укладывается. При этом жильцы должны были до недавнего времени еще и покрывать часть вот этой платежа по земельному налогу, кроме того, что аренду за землю они платили. Это вообще удивительная история, да? Ну, вы можете себе представить, как... Да, я разместила этот пост на... Эту инициативу, да. Эту инициативу, ну, во-первых, на платформе Manobals.lv, за что я, кстати, всех радиослушателей очень призываю подписать. То есть, можно подписаться, да? Безусловно, там пока человек 300 подписался, надо 10 тысяч, чтобы подать 7. Может, до конца не понимают люди, в чем проблема, она достаточно специфическая. Да, поэтому я пытаюсь разъяснить. Так вот, на этот пост было больше 1100 перепостов, более 400 комментариев, где мне, конечно, досталось в первую очередь от владельцев земли, само собой, но остальные распределились примерно так. Кроме очень немногочисленной группы, которая отписалась, что я подписался. Спасибо за инициативу. А самые две большие группы, это первая. Нет смысла ничего делать, нужно все равно ничего не изменить. Вот это просто любимая отговорка наших людей. Будем просто сидеть на диване и ждать, что с нами еще сделают. Примерно так-то. Ну, а ничего сделать нельзя, потому что сделать ничего нельзя, потому что все равно ничего не изменится. А вторая, надо отменять закон, а ваши тут полумеры совершенно ни к чему. Ну, вот и одним, и вторым я хочу ответить. Во-первых, надо сделать хотя бы хоть какой-то шаг, потому что полностью отменить закон, как мы знаем, суд Сатверсмэ там даже не дал возможности уменьшить этот процент от кадастровой стоимости. То есть в Латвии решить этот вопрос нельзя. Где юристы, которые вообще вынесут этот вопрос на рассмотрение европейского суда? Вот я этого не понимаю. Как можно в демократической стране в наше время принять закон, крепостной закон фактически? Это вопрос для юристов. Я не юрист, я профессионально не могу это сделать, но я предложил инициативу, которая хоть как-то покажет наше отношение к этому, нашу гражданскую позицию. Мы взяли 4 миллиарда дополнительно в долг. Кто это будет отдавать? Ну, понятно, кто. Ну, вот понятно, но так пусть в этом участвуют и те, кто получает пассивный доход, перекладывают из нашего кармана в свой. Там были аргументы от владельцев земли, мы еще платим такой, такой, такой налог, мы платим. Вы не платите, вы из наших денег берете и часть передаете в бюджет небольшую. А со своего дохода, на мой взгляд, абсолютно неправомерного, вы платите 10%. Так пусть заплатить хотя бы половину. Поэтому я так понимаю, что эта проблема годами не решается. Закон о принудительном выкупе этой земли уже еще с прошлого Сейма, сейчас перекочевало в этот парламент, но и тут ничего не происходит. Ну, в межпарламентский, в межвыборный период вообще очень мало чего происходит в этом смысле, в таких. Эти решения, которые нужны для населения, они принимаются вот, или во всяком случае начинают активно обсуждаться тогда, когда вот выборы на носу, чтобы показать себя. Так вот, подпишите эту инициативу, и мы посмотрим, если мы соберем эти 10 тысяч голосов, как наши депутаты будут за это голосовать. А ведь не секрет, что многие депутаты нынешние и бывшие сами являются землевладельцами. Мне вот в одном из комментариев на мой этот пост написали про Айгора Штокенбекса, который достаточно крупный землевладелец вот как раз под такими многоквартирными домами. Конечно, такие депутаты не проголосуют, но тогда посмотрите, кто вообще все ими защищает ваши интересы. И вообще как-то, ну нельзя быть такими пассивными. Вот это равнодушие, оно хуже этой ненависти, этой разобщенности, которая есть. Вот эта пассивность, это просто какая-то смерть гражданская. Да, вот по поводу этой разобщенности, вроде бы и не хотелось в пятницу вечера об этом говорить, но это то, что на слуху. Я думаю, вы тоже обратили внимание на вчерашнее выступление президента Латвии, господина Левица, который вдруг начал оценивать, ну, видимо, решил сам критерий выработать, кто является патриотом Латвии, кто не патриотом. Он сказал, что оказывается, те, кто, не знаю, 8 мая отмечает День памяти жертв нацизма, так это все преподносится в Латвии, только не как победа. Ну да. Те еще так и быть патриоты, ну, а те, кто 9 мая, они никак не могут быть патриотами Латвии. То есть, фактически, те люди, которые пришли, положили цветы к памятнику, мы все наблюдали эти кадры, положили цветы к памятнику, поклонились и ушли. Они, в понимании господина Левица, не патриоты Латвии. Это, говорит, президент, зная, насколько значимо 9 мая для 40% населения. Я сейчас не хочу в эти все исторические там перейти. Все мы понимаем, почему 8 и 9 в Москве, это уже был другой день, ничего, никакой политики. 8 еще было по европейскому времени, 9 по московскому. А что, 8 праздновать можно? Видимо, тоже слово праздновать нельзя произносить даже, да? Вот, не знаю, как это вообще сплачивает общество, когда лидер страны, ну, пока не имеет чек, который на это претендует, делает такое заявление. Номинальный, скажем, лидер страны. Господин Левиц как-то исчез на все время коронавируса. Да. Исчез. И вот проявился он вчера вот с этим вот заявлением. Других проблем, видимо, нет в стране, да. Ну, видимо, коронавирус – это не такая проблема, о которой стоит говорить, проявлять какую-то активность, как-то участвовать в этом процессе. Левита мы не видели с начала коронавируса. Вчера он показался с этим заявлением. Ну, нужны ли тут комментарии? Я, да, боюсь, что мой комментарий будет рисковат. Да. Ну, вот просто… Ну, кстати, Абик, насчет 9 мая. Да. Что мне в этом году очень понравилось. Я даже об этом тоже разразилась постом. И, кстати, к удивлению не получила ни одного ругательного комментария, а только там лайки. То, что все было очень достойно, спокойно, без шума, без балагана, без политических лозунгов. И при этом пришли тысячи людей, что показывает, что это вот такое свободное проявление воли людей. Это такой хороший пример тому, что можно, и тогда к тебе и власти прислушиваются. Потому что на Гергенце-то ведь националы ополчились за то, что он допустил вот такое там… Да. А что, собственно, люди нарушили, я извиняюсь? Люди не нарушили ничего. И он, собственно говоря, в своей объяснительной это и написал. А вы представляете, если бы он предпринял какие-то насильственные действия? Это когда человек в самом… Чертво святое. Да. Когда попирают самое его святое, это могло бы плохо закончиться. Потому что вот я не думаю, что тут бы, вот тут могло это терпение закончиться. Гергенц очень правильно поступил, тем более, что абсолютно ничего не происходило. Ведь тот политический балаган, который был до вот этого года, он привлекал еще и всякую шулупонь. Потому что есть балаган, есть шум, вот эти пьяницы, чего в этом году совершенно не было. Это действительно было достойно. Меня очень тронул один комментарий к этому моему посту про 9 мая, что женщина написала. Ой, а вот мне так стыдно, мы там немного выпили за помин души. Вот в следующем году мы этого делать больше не будем. Так, ну, как-то так очень… Очень это было трогательно и наивно немножко. Но это было здорово. Это было здорово и это было вот самостийно. Да, я не знаю, это украинское такое слово, но… Да, ведь я почему говорю, что все-таки хотелось бы, что те, кто претендует на какое-то лидерство, ну, прекратили вот делить людей на более лояльных, менее лояльных, патриоты, не патриоты. То, что обижает людей, особенно в кризис. А те, кто вот заплатил налоги и на содержание, в том числе, президента и канцелярии, это как-то патриоты. Да, да, да. То есть, фактически это очень странно, да, кто работодатель и кто работник. Да, вот это мы всегда, да, так сказать, курицы или яйца. Да, но вот всегда такой вопрос, кто кому должен давать указания. Да, депутаты должны избирателям давать указания или, может быть, избиратели депутатов. Все-таки. Да, иногда вот кажется, что они решили, что они есть главные в этой жизни. Но это наше 9 мая, вот действительно как-то заноза такая для президентов, начиная с Вайры, которая, вот помните, эту, которую ей русские никогда не простят, водку, селедку, бутылку, да. Хотя начинала ведь, она совсем по-другому, она же хотела быть президентом всех жителей Латвии. Помню я это тогда еще очень активно, я ее несколько, пару раз, по-моему, на прямой эфир с Москвой приглашала и все, ничего как бы не говорила. Она же приехала из демократической страны, из Канады. То есть, другой настрой был. Но все перемололось. Мы, наверное, как журналисты особо знаем, как одно случайное, не случайное, вот оброненное слово фактически может полностью изменить представление о человеке. Имидж для себя. И чтобы он потом не делал и не говорил, это уже не имеет никакого значения, да? Да, для нас да. Ну, естественно, что национально настроенная аудитория, большинство в этом ничего такого не видит. И наоборот, очень активно это все поддерживает. Вот я хочу вас спросить, как у человека, который занялся такой, конечно, социальный, но в то же самое время такой вот хозяйственной работой, как вставшей по дому. Да, вот если мы говорим о Риге, сегодня пришла новость, вот результаты аудита Рига снова права. Казалось бы, ну что должны делать аудиторы? Как я это понимаю, не будучи аудитором, но, в принципе, функции их понятны. Они должны проверить баланс, должны посмотреть, где целевое, нецелевое расходность и так далее. Они вдруг начали делать какое-то уже полуполитическое заявление, где сказано, слушайте, а вообще Рижская дума должна от этого Рига снова права отказаться. Что в переводе означает просто было муниципальное, отдали в частные руки, приватизировали. Вот для вас, допустим, как управляющего дома, вот если какое-то там большое домоуправление, там, не знаю, приватизируется и становится частным, это как-то вот на вас влияет, не влияет? Я нисколько не сомневаюсь в том, что это на нас бы повлияло так, что мы стали бы платить больше. Потому что худо, бедно, но самоуправление осуществляет контроль за закупками, существуют конкурсы на закупки, за деятельностью этого управления домами, большого или маленького, любого. А если это будет в частных руках, ведь почему я неожиданно для себя стала управляющей дома? Да, потому что управляющая компания воровала, воровала, натурально, долг, не было ни одного задолжника среди жильцов, а долг Уденсу, заводу, был 8 тысяч. Удивительно. 8 тысяч. А жильцы все платили? А жильцы платили. В фонде накоплений не было ни одного цента, хотя они должны, потом я когда включилась, стали считать, там деньги должны были быть. Ну, вы знаете, конечно, народ был возмущен, но и тут, да, самый активный. Вперед. Вперед. На абразуру. Никто не верил, что я отобью эти 8 тысяч. И я бы их не отбила, если бы не журналистская вот эта хватка. Я их пугала, этот Уденс, тем, что я это вообще оповещу всех и вся. Я, что за эти вот действия там они свои будут отвечать репутацией, потому что они там тоже со своей стороны не предупреждали, не работали с этой управляющей компанией. Я собрала все с каждого жильца последние счета от управляющей компании, где не было ни одного долга. Я все это распечатала, я все это им принесла. Я подала заявление в полицию на управляющую компанию. Короче говоря, я убила на это. По всем инстанциям. Абсолютно. Убили в этом месяце. Я убила на это лето 18-го года, потому что там было, да, Думу, естественно. Да. Все было хорошо, короче. Ну, в общем, да. И знаете, вот никакая энергия не пропадает как бы безрезультатно. Безрезультатно, да. Долг. Мы подписали договор благополучно с Уденцем. Долг повесили, как и должно было быть, на управляющую компанию. Правда, мы не вернули свои деньги из фонда накоплений, потому что они обанкротились, соответственно. Но мы этому поспособствовали и очень рады. И с того момента у нас уже, естественно, есть накопление. Мы уже разработали техническую документацию, подали, успели и попали в программу реновации. Установила, ну, там уже как-то я единолично больше сражалась, но, тем не менее, установлен лифт для женщины с инвалидностью в нашем доме. Что это вообще тоже… Хотя, казалось бы, с учетом вот этих всех требований Европейского Союза, это вообще само собой разумеющееся, да? Это с точки зрения требований Европейского Союза, а с точки зрения строя управления, это для инвалида, я просто сразу скажу, это нереально. Нереально. То есть все сделано так, чтобы этого… Чтобы этого не произошло. И пособие на это такое, что покрывает примерно треть. И выдают его только после того, как все будет сделано и оформлено по их требованиям. Это была полуторагодовалая эпопея. Но это уже к 9 мая. Даже ведь не должно быть, речь идет действительно об элементарной… Это же не какая-то роскошь, это элементарное удобство, чтобы человек мог выйти из дома. Это просто жизнь, если человек заперт в четырех стенах. И он не может просто выйти реально. А что делает наше правительство вот сейчас, вот в эпоху коронавируса? Программу заработка для возможности работы, трудоустройство для инвалидов закрыли. Закрыли, и при этом чиновникам добавили 30% к зарплате, которую работает удаленно. Одна из моих коллег-журналистов писала о своей беседе с такой чиновницей, которая страшно радовалась тому, что она теперь пару раз в неделю приходит на работу, получает зарплату с добавкой в 30%. Хорошо бы, чтобы это продлилось как можно дольше. Кому война, а кому мать родна. Вообще это удивительно, что вот эта вся бюрократия, хотя речь опять-таки не о каком-то роскоши. Люди должны элементарно подышать воздухом. Они этого не могут сделать, потому что из дома не могут выбраться. Но 21 век, о чем мы говорим вообще? Я, знаете, работая в этом направлении, потом ко мне обращались другие люди с инвалидностью. У меня есть какие-то соображения насчет программы такой для инвалидов. И когда закончится вот эта эпидемия, я хочу встретиться уже и знакомо с представителями общества инвалидов в Риге и обсудить те идеи, которые у меня есть, чтобы вот как-то доработать, понять… Чтобы прекратить эту вот… Что можно сделать с точки зрения, да, обеспечения мобильности и с точки зрения возможности трудоустроиться тем, кто может работать. Вот такой вопрос, который все время хочется вам задать. Все-таки вот эта вот работа социальная. Ведь мы знаем, что люди, может быть, и вот этот случай, где кто-то там проворовался. Но вообще, в принципе, люди вообще к этим, тем, кто занимается коммунальными вопросами, относятся с недоверием. Ну, так и сложилось. Я помню, я один раз был уже довольно давно на каком-то собрании там ЖЭКа своего. И когда я услышал на пятой минуте выкрики, там, вы там что-то там взяли 20 центов или что-то в этом роде, повысили, я на вас подам в прокуратуру, я тут же собрался и ушел, потому что я, так сказать, помню, что все это было на журналистской практике, все эти заявления, прокуратура, сосед на соседа, потом кого-то облучали. Ну, все, мы это знаем, все эти истории, все эти байки. Я к чему говорю, что эта работа очень важная, очень нужная, ее никто не хочет делать, да, вот, тем не менее. Делать не хотят, это правда. Особенно с учетом вот всей этой бюрократии, как вы. Но она и очень такая неблагодарная, потому что, вроде, с одной стороны, люди ищут, и они рады, что находится человек в доме активный, который готов на себя эту ношу там нести, там, не знаю, счетчики смотреть, вот эти все удын-зудын, это потеря воды. Да, кстати, ой, это отдельно, это эпопея, да. Это эпопея, это эпопея. Да, значит, сколько себя пою, все время вот эта борьба с утечкой воды, по-моему, бесконечная, да? Абсолютно. Да, и тем не менее, как вам все-таки удалось вот это, вот, завоевать доверие в доме? Вот спасибо, что вы уже поняли, что я таки завоевала это доверие, но вот когда, с чего, я хорошо начала. Я за пару месяцев после того, как меня избрали, все-таки я, убив на это лето, я отбила долг. И своему внуку Роберту я тогда сказала, Роберт, ну что, думаешь, кто-нибудь спасибо скажет? Нет, конечно. И я ошиблась. Мне сказали спасибо, и не один человек, а несколько. В доме? В доме. В доме меня поблагодарили, потому что никто не верил. Все мне говорили, что нас заставят второй раз заплатить за это. Это сделать невозможно. И когда я сделала то, что кому-то казалось невозможным, то как-то вот был сделан первый шаг. Ну и постепенно, постепенно все-таки люди видят, что происходит. Внук не сказал так. Ну что, ошиблась? Нет, он не сказал, но он порадовался вместе со мной тому, что я ошиблась. На самом деле. Как у меня все это дело устроено? Ежемесячно я вывешиваю у нас, ну вот вывешиваю в двух подъездах, потому что вот в моем подъезде у всех есть компьютер, я просто всю эту информацию рассылаю по WhatsApp или на электронную почту. А в те, где вот живут самые наши там пожилые, у кого нет, я там вывешиваю эти отчеты о расходах дома за месяц. Получили столько-то должников. А, все публично. Это лучшее лекарство? Ну абсолютно все. Вот, пожалуйста. Вот мы столько получили. Вот у нас сейчас, кстати, стало больше должников. Ну не было все время должников. Сейчас человек, ну квартиры четыре, наверное. Там есть одна. Меня предупреждали, что вот тут потеряли работу, здесь работы нет. Это жизнь, да. Да, мы сейчас даже не будем применять к этим потерявшим работу эти штрафные санкции. То есть вот висит весь месяц отчет за прошлый месяц. Пожалуйста, спроси. У тебя есть вопрос? У всех есть мой телефон? Пожалуйста, звать. Теперь, конечно, мне звонят по всяким поводам. Вот прорвало там стиральную машину, залило. Вот я там занимаюсь. Вместо сантехника, да. Ну, в общем, я занимаюсь этими всеми вопросами. И поскольку я этим занимаюсь, то как-то, да. Но есть отдельные люди, их, наверное, человека два-три, которым все равно не нравится все, что я делаю. Но там есть разные свои мотивы, поэтому не без того. А так, в целом, мне это все доставляет удовольствие, потому что люди все-таки оценивают мои усилия положительно. Да. Вот тогда такой вопрос, который я хотел все-таки задать, вот обобщая и вот эту вашу инициативу, очень важную по поводу земли под многоквартирными домами. Вообще, а есть надежда, что все-таки будет принят, не знаю, толковый закон, который действительно позволит и самоуправление государства будет в этом участвовать, ну, людям эту землю приватизировать. Да. Так же, как землю под приватизированной квартирами тоже должна быть вот эти дома МС Дальность, вот эти вот доли распределены между жильцами, и это было бы совершенно логично. Землю, Абик, выкупить можно, но я посчитал, что если мы, а для этого надо будет взять кредит, что если мы возьмем этот кредит на 10 лет, то та же моя пенсионерка должна будет платить, а ей 80, 10 лет в 4 раза больше. Нет, я поэтому обмоелся о помощи государству в самоуправлении. Раз государство эту проблему создало, приняв такой рабовладельческий, как мы констатировали, закон, то оно, в принципе, и должно помочь, а не вешать на людей, мало ли того, сколько они за эти годы уже заплатили, теперь им говорят, ну, хорошо, берите кредит, выкупайте землю, еще будете по 50 евро ежемесячно, там, условно говоря, платить или по 40, да. Да, да. То, что нельзя было принимать этот закон и что он был принят, ну, это уже нонсенс. Да. То, что государство как-то отомстило людям совершенно к этому, непричастным за ту несправедливость историческую, частично, которая была допущена когда-то, потому что часть из них наследники, но большая часть ведь это не наследники, это люди, которые, я не знаю, каким образом купили какие-то схемы, потому что, если говорить о владельце земли под нашим домом, он никакой не наследник. Он это получил вот в результате того, что в нашем государстве были приняты такие законы. Это человек, который вообще-то проходит по уголовному делу, связанному с Сбербанком, то есть человек знает, что он делает. И когда в этом году в условиях эпидемии я к нему обратилась с просьбой, ну, заключить договор не на 6%, а на 3-4, он мне сказал, ничего личного, это просто бизнес. Давайте как всегда. Да. Да. И после этого я разразилась этой инициативой. Которую, кстати, на Манабаус можно не только прочитать, но если вы поддерживаете и подписаться. Что ж. К чему я и призываю всех. Мы присоединяемся. Наталья Абл у нас была в студии, и большое спасибо.